Итак, здарова, друзья! Данное видео будет скорее о лайфхаках и хитростях, которые можно сделать из вот таких обрезков, старых обрезков непонятных. Это ЛДСП, фанера, какие-то клееные щиты, огрызки. Довольно как бы распространенные вещи, то есть здесь нет ничего такого сверхъестественного, но я просто расскажу о том, чем я пользуюсь сам. Самоделки, как бы еще раз повторяю, это не ноу-хау, это делают все, но мне интересно поделиться с вами именно лайфхаками для столярной обработки. И поехали! Для варианта мы возьмем кусок осинки, это щит, он просто состоит из двух досочек. Мы сейчас отмерим и отрежем брусочек, который нам нужен. Не идеально, конечно, но у нас есть две стороны, которые рейсмусовались, поэтому можно надеяться на точность. Нам понадобится ножовка, чтобы сделать более-менее ровный рез вдоль. В целом это можно также сделать на циркулярной пиле, но кому охота ее сейчас доставать. Вернусь через две минуты, схожу до тисочков. Сделали вот такой паз ножовочкой, слегка его расшарошили. Собирается все довольно просто. Берем, вставляем наш паз к край бумаги. Видите, это действительно остатки, не по длине бруска. Оборачиваем. И край также вставляем. Естественно, из-за того, что наждачка трется на наждачку, она вставляется очень плотно. Все. Мы также ее можем использовать для шлифования поверхностей. Также мы можем просто поменять местами, перевернуть ее. Единственный минус, то, что вот эти темы с брусками, то, что углы заламываются, а на очень плотной наждачке, более крупной, с залом углов, все это как бы ведет с собой залом абразива и рвется сама бумага. Дальше мы сделаем тему для выпуклых поверхностей. Покажем самый простой вариант, который только возможен. Данный лайфхак довольно простой. Для того, чтобы обработать криволинейную поверхность, к примеру, как это колечко, на данной заготовке, нам нужно было бы взять, допустим, мягкий брусок, мягкую губку абразивную, к примеру, какая-то, на которой уже нет, соответственно, абразива, ну, либо с абразивом итереть, но она довольно быстро выходит из строя, класть сверху абразив и также аккуратно уголком натирать, потому что она мнется и как бы вроде принимает форму самой заготовки. Но, к сожалению, это не всегда так, кстати. А также, если у нас нет данной губки под рукой, мы можем использовать обыкновенный журнал, журнал, бумагу, все что угодно. Сгибаем вот так и начинаем обрабатывать полукруглую поверхность. Это, конечно, не всегда удобно, но, тем не менее, она примыкает максимально. Ну, проще это сделать на токарнике, также чуть подогнуть, и уже на токарнике непосредственно в момент точки пробежаться, пройти. Вот, допустим, здесь остался ворс, вот в углу. Мы можем сильнее согнуть наш журнал и также пробежаться. В целом, данный лайфхак – это прям из серии «спаленные галимые лайфхаки». Но, тем не менее, я пользовался такой темой, и она иногда выручает. И следующий лайфхак довольно простой, его также можно купить в магазине, как многие могут сказать, но нахрена платить больше, если можно сделать просто из обрезка, из отхода вот такой десятой фанеры. Сейчас мы сделаем разметку и отрежем. Начнем с ровного края, возьмем конкретное число, чтобы было ровно, к примеру, давайте 16. Так будет проще, чтобы по 8. Возьмем, отпилим. Мы отпилили, и сейчас нашими уже изготовленными брусочками зачистим, чтобы она была красивой. Спустя 10 минут наждачки, мы получаем вот такую вот ровную идеальную красоту. Также снова делаем разметку, по 3 см отступаем с каждой стороны. И, соответственно, ровно по ширине. И также ставим точку между двумя этими точками, также ровно посредине. А дальше сверлим. И, как говорил, сверлим 3 отверстия. А центральное отверстие сверлим более крупным сверлом. В данном случае это восьмерка. Убираем все заусенцы нашими новыми брусочками. Берем 2 шпунта, я покупал их в Леруа по несколько пачек. Вставляем в крайние отверстия. Они как раз идеально встают. А в центральное отверстие вставляем маркер, либо карандаш. И получаем разметочный рейсмус. Вот на более-менее большом бруске, по длине можно его испробовать, чтобы вдоль разметку сделать. Получается ровно посредине, двумя шпунтами упирается и ловится середина. Замечательно, удобно, просто. Также вынимается и убирается. Также хотелось поделить секретом по небольшому совершенствованию фрезера. А именно, самый обыкновенный столик для фрезера, который помогает расширить возможности фрезера до рейсмуса. То есть, все гитары и подобные вещи я изготавливал таким способом, чтобы сделать идеальную плоскость. Также есть более длинная база для больших площадей. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и спасибо.